Но здравый смысл все-таки побеждает. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций сегодня не избрала Россию членом Совета Организации по правам человека. И это несмотря на развернутую Россией кампанию в последние недели. Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы избранных Генассамблеей Российской Федерации вообще нет. Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированное для стран Центральной и Восточной Европы. Да, действительно, очень показательный, очень важный аспект. Справедливость на самом деле рано или поздно всегда торжествует, как вы знаете, и вот только что очередное подтверждение этому. Это еще не все хорошие новости. Также отметим важнейший момент, который также появился совсем недавно. Министерство обороны Германии во вторник, накануне заседания контактной группы по обороне Украины, объявило о так называемом «зимнем пакете военной помощи Киеву» на общую сумму около 1 миллиарда евро. Новый пакет немецкой помощи прежде всего содержит средства противовоздушной обороны, в частности, дополнительную систему «Патриот» и «Айристи», о которых, в принципе, уже сообщалось ранее. Срок их отправки в Украину пока не уточняется, но что уже сейчас важно отметить, это также очень позитивный момент, в этот пакет военной помощи, в этот зимний пакет также войдут еще 10 танков «Леопард», 3 дополнительные зенитные самоходные установки «Гепард», 20 медиваков и 15 бронированных автомобилей, которые будут в Украине в следующих несколько недель. Вот сейчас эти аспекты, а также многие другие, на самом деле, поднакопилось вопросов и важных тем для обсуждения мы обсудим с политехнологом Борисом Тизенгаузеном. Борис, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас видеть, приветствуем. И вот давайте начнем со свежих событий. Владимир только что озвучил информацию о том, что Россию не избрали постоянным членом Совета ООН по правам человеку. По вашему мнению, насколько знаковый этот момент? Поделитесь, пожалуйста, своим анализом. Знаете, это тут хорошая, конечно, новость, но это из серии полумер. То есть, в принципе, то, что Россия находится в Совете по правам человеков, в Совбези ООН, Россия находится, имеет место постоянного члена, имеет право вета, вот тут с этого нужно начать. Понятно, что по правам человека, ну какие права человека, извините, когда все своими глазами видели, что происходило в Буче, в Ирпине, там в других городах, стерты с лица земли целые города. Путину уже международный криминальный суд ордер вручил за похищение, незаконную депортацию наших украинских детей. А тут Россию как-то исключают из Совета. Хороший, ну давайте так, новость хорошая, но мне кажется, что гораздо жестче с Россией нужно поступать и гнать ее из всех, в принципе, более-менее значимых органов, где Россия имеет право голоса. То есть я считаю, что диктаторские режимы, режимы террористические, пока еще не признали, но я думаю, за этим дело не станет, они в принципе не имеют права хотя бы пытаться формировать повестку. Буквально вчера Небензя с трибуны рассказывал, как Россия в поселке Гроза подтвердил информацию, что именно Россия ракетой убила треть села, рассказывая, что там хоронили какого-то нациста или неонациста. Ну то есть Россия откровенно подтверждает свои преступления, еще и глумится и посмеивается. Поэтому я считаю, что максимально жесткие санкции, к сожалению, пока еще до некоторых наших европейских партнеров, ну, наверное, не совсем доходят. Но надеюсь, со временем дойдет. Да, но по сути след России прослеживается не только в той войне, которую Российская Федерация развязала против Украины, но и во многих других войнах, конфликтах. Сейчас нельзя говорить о том, что, например, война, которую Россия развязала против Украины, это нечто локальное, это глобальное, это набирает обороты, это затрагивает многих других игроков. Именно поэтому наверняка уже из уст представителей Кремля звучат обвинения в том, что во всем виновата Украина. Вот Медведев, например, решил сделать очередное заявление бессмысленное, но тем не менее. Теперь он утверждает, что нужно отвечать так. ИГИЛ, исламское государство, традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задачи по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бендеровской идеологии и идеологии ИГИЛ, утверждает Медведев. Опять же, он дополнил, что якобы эта террористическая группировка получает большие спонсорские взносы от группы Зеленского, а также разнообразное оружие, украденное укронацистами с поставок Североатлантического альянса. Вот оно как. Чего это вдруг Медведев-то вновь всплыл? Кто его от батареи отстегнул? Ну, его, кстати, мне кажется, и пристегивать не нужно. Там половина таких. Интересный момент. Буквально неделю назад гражданка и пропагандистка по фамилии Симоньян предлагала взорвать ядерную бомбу над Сибирью для того, чтобы везде во всем мире погасить интернет, связь. Ну, в общем, только чтобы с Россией все считались. Потом она начала отказываться от своих слов, но, в общем-то, что сказано, то сказано. Тут ведь, смотрите, Медведев написал про ИГИЛ, про все остальное. А вот люди, которые предлагают что-то взорвать для достижения своих каких-то целей, коррестных или политических, а не как, исходя из формулировки Википедии, называются. Они называются террористы. То есть в России и пропагандисты-террористы, и, естественно, политическое военное руководство террористов, и Соловьев, который постоянно орет, жахнут, жахнут, значит, ядерным оружием и так далее. То есть для России это абсолютно характерный элемент. Он называется такая, еще у Геббельса был этот элемент пропаганды «чудовищная ложь». Геббельс в свое время говорил, что если ложь будет очень маленькая, в нее будет сложно поверить, люди начнут сомневаться. Если ложь будет настолько чудовищная, что она сначала повергнет в шок и даже не заставит человека задуматься, то вот это отличная ложь, она будет работать. Ну, в общем, Россия прекрасно следует заветам Геббельса, и все его шесть пунктов пропаганды используют. А то, что Медведев и некоторые российские чиновники сейчас пытаются провести такую информационную операцию, что, мол, Украина продает оружие Хамасу, ИГИЛу, Хизбалле, там еще кому-то, это давняя их заготовка. Конечно же, не исключаю, что они все для этого сделали, потому что у России с Хамасом, с ИГИЛом, с Хизбаллой, с Талибаном, которые регулярно посещают у них какие-то экономические форумы, прекрасные связи. Захватить часть оружия – это война, не составляет никакого труда. Как и мы захватываем трофейное российское оружие и тяжелую технику. Передать это оружие боевикам не составляет никакого труда. Отснять, пофотографировать не составляет никакого труда. Главное здесь что? Главное – смотреть внимательно на тех. Это, кстати, индикаторная будет операция информационная для нас. Смотреть внимательно на тех, кто начинает активно в Европе, в Соединенных Штатах, в других странах этот тезис подхватывать, продвигать и ставить под сомнение в принципе саму помощь для Украины. И вот эти консервы, которые повскрываются, кто-то по скудаумию, а кто-то и за деньги. Конечно же, их всех на карандашик взять, вот они сами и проявятся. У Путина сейчас ограничены инструментарии информационного воздействия на Европу и на Штаты, поэтому он будет задействовать вот этих вот персонажей. Я не исключаю, что Маск, например, возьмет что-нибудь, как всегда, какую-то дичь очередную напишет. Кстати, как говорится, Маску спасибо за первые дни войны, когда он передавал Старлинке и, самое главное, подключил их к своим спутникам. У него 4 тысячи спутников, дал возможность сохранить и жизнь, и здоровье нашим бойцам. Но я считаю, что в данном случае самый, например, нормальный вариант, к которому мои знакомые все пришли, это выйти и закрыть вообще вопрос с Твиттером. Ну, то есть показать ему, что есть, конечно, хайп, а есть понятие о ценности. Хотя иногда у меня складывается впечатление, что у Маска просто отсутствует эмпатия. Это, простите, я чуть в сторону отошел. Ну да, кстати говоря, относительно вот этой соцсети, которая раньше называлась Твиттер, которым сейчас владеет Маска, на самом деле, как многие аналитики пишут, война в Израиле стала такой проверкой, и проверку эта соцсеть с треском провалила. Борис, а скажите, пожалуйста, а если говорить о российских пропагандистах, о той самой информационной войне, как вы думаете, вот эта ложь, которая много раз повторена, и которая может восприняться российским обществом как правдой, будет ли приниматься попытка после того, что сейчас происходит в Израиле, сделать следующие шаги? Например, показать российскому обществу, во-первых, что война, это нормально, а во-вторых, на примере израильских жителей России, которые находились в Израиле, которые теперь вынуждены покидать эту страну, что вот, мол, убежали с России, матушка, и теперь вот придется возвращаться. Вот на это будет ставка делаться? Я думаю, нет, потому что те, кто убежали, ну, во-первых, там часть подтвердила, что остается, такие, например, как Галкин, Пугачева. А убежал, ну, мы видели фотографии из аэропорта Бен-Гурион, там, где Чубайс со своей дочерью. Ну, здесь понятная история. Чубайс, поверьте мне, бежит, но не в Россию, он бежит куда-то в иную страну. Рассказывать россиянам, кстати, очень интересный момент, я несколько видео записал по этой теме, приходят постоянно россияне и пишут свободу Палестине, и Израиль, значит, угнетает и так далее. Когда им задаешь вопрос, а что же с вами случилось, чего же Чечне свободу, и Чкерии не дали свободу, они говорят, а это другое. То есть им чего-то доказывать, это вообще абсолютно бесполезно. Что касается картинки, которую в России россиянам показывают, да, лидер Палестины летит к Путину, Аббас, господин Аббас, там очень тесные связи. Он учился в Российском университете дружбы народов в свое время. Есть, значит, дело такое, архив, архив Митрохина, не помню фамилию этого КГБшника, который, в общем-то, сбежал с довольно большой частью архива, и когда этот архив расшифровывали, там фамилия Аббаса нашлась, когда он еще был в организации освобождения Палестины. А, кстати, когда Аббас учился в Советском Союзе, руководителем университета, который ему любезно, значит, пододвинул дипломного руководителя и дипломную тему близости сионизма и нацизма, был никто иной, как Евгений Примаков, известный когда-то в России, может, и сейчас известный руководитель первого управления КГБ, Востоковед, потом руководитель службы внешней разведки. Ну, то есть связи там по линии КГБ максимально плотненькие и тесные. И Россия, конечно же, сейчас будет рассказывать, что Израиль злобный, угнетает бедный, значит, сектор газы. Но есть один очень важный момент. Самолеты транспортные, да и пассажирские, которые по всему миру сейчас собирали израильских добровольцев, абсолютно добровольно, которые садились, в эти самолеты девятимиллионная страна. Израиль мобилизовал по едином момент на практически 300 тысяч человек. Путин же в своей 120-миллионной стране собрать 300 тысяч за деньги, за огромные деньги, которые он платит, все равно для него это проблема. Вот и делайте вывод, где за идею и за землю воюют, а где за бабки, простите. Как вы считаете, Борис, позиция России сейчас по войне, которая ведет Израиль за свое выживание и безопасность своих граждан, отразится на отношении мирового сообщества к России? И вообще, насколько, как вы считаете, изменится позиция по тем самым террористам из газа и другим террористическим группировкам, которые во всеуслышании кричали о том, что Израиль угнетает их, хотя на самом деле готовили вот такое вот преступление? Ну, для Израиля наступают сложные времена, безусловно. Говорить о нормализации отношений, которая только-только там потепление отношений, не только, кстати, с Саудовской Аравией, но и с другими арабскими странами региона были, не приходится. Сейчас тут как-то зависит от того, как будут развиваться события. Вот смотрите, Хизбалла, все думали, вот-вот Хизбалла с севера сейчас из Ливана на помощь Хамасу снести ненавистный Израиль. Но нет, не случилось. Потому что Израиль показал, что там никаких полумер не будет. То есть они уничтожат Хамас полностью до основания всех руководителей, найдут и уничтожат. Причем такой момент нехарактерный для Израиля. Израиль всегда за каждую жизнь своих граждан борется и за мирных, и за военных, меняют их иной раз и на одного, на сотню палестинцев, которые сидят в тюрьмах там в Израиле. В этот раз было жестко сказано, что прикрывайтесь, не прикрывайтесь заложниками, которых вы захватили. Вам это не поможет. То есть принято решение на уровне государства об уничтожении такой группировки, как Хамас, которая позиционируется как политическая партия, но мы же понимаем, что совершенно не политическая партия. Поэтому Хизбалла, отчасти от того, что авианесущая группировка Соединенных Штатов направляется туда, в регион, немножечко, как говорится, прикрутила звук и сказала первыми, мы не нападаем. Но тут ведь вопрос ключевой. Хамас и Хизбалла, они же не решают, с кем начинать войну долгосрочную, а с кем не начинать. Решают войну те, кто платят им деньги, их спонсор. В данном случае Иран, который там тоже как-то комплементарно выразился, целуем руки, вам Хамас и Чело, вы сделали все правильно, показали слабость сионистского режима, там и так далее. Но со спонсорами не пришло ли время разбираться? Вот главный вопрос. А тут еще одна новость прилетает, что Южная Корея сильно обеспокоилась тем, что Северная может напасть на фоне всех вот этих событий. И всю эту цепную реакцию запустил Путин войной в Украине. То есть получается, что практически вся ось зла готова сейчас начать какие-то войны свои, ну за исключением Китая и до Тайваня, там, я думаю, Китай до последнего будет, до 27-го, 28-го года терпеть. И Путин запустил эту цепную реакцию. То есть вот этот мелкий, теперь уже по современным меркам, террорист фактически поджег пожар на Ближнем Востоке. И я думаю, что абсолютно реальный и похоже на правду, что Северная Корея может попробовать свои силы не в захвате территории, а показать свою мощь, что они там чего-то еще делают. Ну что же, мы будем продолжать держать руку на пульсе событий, освещать их в эфирах телеканала Freedom. С вашей помощью, Борис, естественно, в том числе. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Благодарим вас. Спасибо, Борис.